В июне этого года певица Максим была госпитализирована с пневмонией. Кроме того, певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже, 28 июня, у артистки было диагностировано 80% поражения легких. Аппарат ИВЛ не справлялся с нагрузкой и поддержанием певицы в стабильном состоянии. Поэтому у исполнительницы началась тяжелая дыхательная недостаточность. Звезду подключили к системе ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сегодня появились новые подробности о болезни Максим. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин сообщил, что состояние левого легкого артистки, которое было поражено коронавирусом, стало лучше. COVID-19 отступает. По данным СМИ, последние результаты компьютерной томографии показали, что в правом легком была обнаружена новая инфекция. Представитель Максим Яна Богушевская прокомментировала слухи о результатах компьютерной томографии певицы. Так, Яна опровергла причастность Овечкина к лечению Максим. «Нет, наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам», сказала она в разговоре с источником. Состояние Максим, по словам Богушевской, остается стабильно тяжелым. Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили, что врачами были зафиксированы подозрительные симптомы, которые могут указывать на поражающую печень Максим заболевание. Однако менеджер певицы Яна Богушевская опровергла информацию о болезни печени артистки, подчеркнув, что не стоит доверять друзьям и врачам, которые не могут указать свою фамилию под сообщением. Сейчас близкие Максим продолжают надеяться на лучший сход. Коллеги также выражают поддержку Обросимовой. Директор Максим Маргарита Соколова и вовсе попросила людей не обсуждать состояние ее подопечной и не лезть в ее частную жизнь. По ее мнению, у всего есть рамки и границы, и не надо их нарушать. Очень больно близким и родным. Я понимаю, что и всем вам тяжело быть в ожидании чуда. Но надо верить и молиться, нельзя никому вторгаться в частную жизнь. Нельзя жить без правил и морали. Люди не хотят понимать чужую боль, они думают, что боль это только когда им больно. А что чувствуют другие, многим все равно. Им хочется почесать языки, вынести все тонкости на всеобщее обозрение. Но разве этим можно кому-то помочь? Или облегчить участь больного человека? Или поднять его содра болезней? Заявила Маргарита. Соколова также добавила, что скорее всего Марине не понравится подобное обсуждение ее здоровья. Более того, представитель певицы назвала это балаганом. «Я хочу сейчас только одного – спокойствия, тишины и мира. Все это может получиться только когда вы поймете, что количество статей и самые страшные заголовки, и обнародование самых тонких нюансов состояния артистки ничего не изменит. А если мы все просто будем тихо молиться, верить и ждать, то, возможно, случится то хорошее, чего мы так все желаем. Я не перестаю верить и ждать», – заключила она. Надо сказать, что изначально Максим госпитализировали с симптомами COVID-19. Однако тесты показали отрицательный результат. По данным СМИ, лекарства, которые принимала звезда, могли смыть следы инфекции с ее слизистой. Кроме того, журналистам удалось узнать, что незадолго до ухудшения самочувствия Максим контактировал с носителем коронавируса. Артистка могла подхватить инфекцию от своего охранника, у которого диагноз подтвердился.